В эфире телестудия Карачаганак, с вами Нургуль Тобышева. Здравствуйте! Сегодня мы предлагаем вам итоговый выпуск новостей. В честь празднования 25-летия независимости Республики Казахстан в районном Доме культуры было организовано торжественное мероприятие, в ходе которого было прямое включение президента страны Нурсултана Абишевича Назарбаева. После состоялась церемония вручения наград. Так, 25 человек получили медали к 25-летию независимости, 12 человек удостоились грамотных хурмет, а также 16 человек получили благодарственные письма от Акима Бурлинского района Алдиара Халелова. Продолжилось мероприятие праздничным концертом. 16 декабря 1991 года Верховным Советом Республики Казахстан был принят Конституционный закон о государственной независимости Республики Казахстан. Впервые Казахстан обрел юридически оформленный статус независимого государства, признанного мировым сообществом. С тех пор прошло 25 лет. По случаю знаменательной юбилейной даты страна проводит торжественные мероприятия. Не исключением стал и Бурлинский район. В местном Доме культуры собрались представители местной исполнительной власти во главе с Акимом, района Алдиаром Халеловым, почетные граждане района и представители различных структур. Мероприятие началось с гимна Республики Казахстан. После была организована прямая трансляция президента страны Нарсултана Абишевича Назарбаева. Комбатты отандастар, башанызды еліміздің ем олы мерекеміз, әрі еліміздің асқарасығу тәуелсіздіктің 25 жылдығы мен түшін жүрегімден құттықта бар ұқсат етіңізді. Біз 1991 жылы 16 жек сұлтанда тәуелсіздіңізді жер жүзіне жариялып күлі әлемге паш еттік. Алдымен көні түріктің бөрлі байрағының мұра кәре көк туымызды біркен нұртару емінің төрінде жел біреттік. Әнұрамызды әлем көгінде әуел еттік, ел тәңбамызды мәңгілік мөрге айландырдып. Төлтенгемізді еңгізіп, атазанымызды қабылдадық. Қарулы күштөрімізді құрып, шегірамызды шегендедік. Мемелекветтік тілімізді әлемнің ең бүйік мембесінен сөйлет кіздік. Біз 1500 жыл бұрын күлтегің ұстында жазылған мәңгілік ел ұғымын жалпы ұлттық идея қайналдырып, Қарулы күйік ұнынәң ұлттық ұлттық Қяңдардық ұтығыз. С торжественной речью перед бурлинцами и гостями выступил Аким Бурлинского района Алдиар Халелов. Он отметил важность происходящего события и подчеркнул, что за годы независимости Бурлинский район достиг немалых результатов. Мы начали свой собственный путь, который получил заслуженные признания мировому сообществу. За 25 лет независимости Бурлинский район прошел свой путь в становлении развития, достигнув достойных показателей. За годы независимости наблюдается значительный рост объема бюджета района. Если 2006 год составил 1,3 миллиарда тенге, в 2016 году 11,3 миллиарда тенге. За период независимости объема производства промышленных предприятий добыча газа увеличен на 4 раза. Газового конденсата почти 3 раза. Особое место развития района вносит компания КПО-БиВи. С 1998 года компания КПО-БиВи инвестирует 10 миллионов долларов на социальные проекты области. А с 2014 года компания выделяет ежегодно по 10 миллионов долларов на развитие социальной инфраструктуры Бурлинского района. Затем глава района в торжественной обстановке вручил медали «25 лет независимости Республики Казахстан людям, внесшим вклад в развитие Бурлинского района». Сагангали Алмашеву, Али Бектырганову, Житпыспаю Бектимирову, Гульнар Ермек Кожаный, Каримулей Ерекешеву, Кайрату Ермекбаеву, Лесу Жентурееву, Кинджагали Жунибекову, Айганамы Смагуловы, Жуламану Кирееву, Анатолию Калашникову, Тулегену Каримову, Галеку Саиновой, Светлане Маутеевой, Зульфе Музафаровой, Нуре Муфтеевой, Есету Нармухамедову, Гайнуле Уркенову, Гульсареу Мировой, Шангали Рабаеву, Шамилу Суингараеву, Идятулле Хасанову, Валерию Щербакову, Ибрагиму Измагамбетову, Жумабике Истелеовой. Всего юбилейных медалей были удостоены 25 человек. Также были вручены почетные грамоты от лица Акима Западно-Казахстанской области 12 бурлинцам, внесшим вклад в социально-экономическое развитие района. Анатолию Передирееву, Анатолию Неверову, Саину Арастанову, Айгуль Мусаевой, Мирасу Бактыгулову, Владимиру Михайлову, Мерике Истелеову, Берику Ямашеву, Жанабаю Каналину, Ахканаму Разгалеевой, Кларе Жумабаевой, Вере Недюльчиевой. Благодарственные письма от Акима Бурлинского района Алдиара Халелова были вручены бывшим Акимам Бурлинского района. Хуанышу Тулебаеву, Гумару Дуйсинбаеву, Каиргалий Машеву, Булату Шакимову, Марату Тусупкалиеву, а также представителям Мыслихата, специалистам Акимата и иных структур, посвятивших этому поприщу не один год своей жизни. Адлехану Куликешеву, Марату Яргалиеву, Гульсум Курманиазовой, Бмухиту Быккужееву, Яргалий Муканову, Атер Идгеевой, Алтына Яргалиевой, Варису Нафикову, Жанебеку Сауяеву, Александру Степанскому. Продолжилось мероприятие концертной программы, в ходе которой также звучали поздравления с юбилеем страны. Дорогие казахстанцы, хочется всех поздравить с Днем Независимости, с 25-летием. Мы с гордостью встречаем эту дату. Всем нашим землякам хочется пожелать здоровья, счастья и только процветания нашего государства. ПЕСНЯ ПЕСНЯ Я сегодня горд и счастлив о том, что 25-летие независимости Республики Казахстан у исток стояли наши поклонники, наши соратники. Во главе президента Нурстана Афиш Назарбаева, первого президента, мне пришлось его встречать на Бурлинской земле, в качестве главы, потом Акима района. Эта встреча потом дала большой толчок росту социально-экономической жизни нашего района, не только района, и нашего Западного Казахстана. А центр той экономической реформы, который проводился главой государства, она, бурлинцев, нашла большое доброе отражение. И поэтому сегодня святущий Бурлинский район, это славный район, это пример не только в казахстанском сообществе, она является примером и мирового сообщества, поскольку освоение Карачаганака призывает мировое сообщество, которое занимается экономикой, развитием всего нашего благополучия. Поэтому бурлинцам, как своим близким соратникам, друзьям, землякам, передаю наилучший привет и поздравление. Пусть таких праздников, величия нашей страны, нашей родины, нашей земли растет больше, больше, лучше, лучше. Слава нашему району, нашему казахской земле! Для нас, для казахстанцев, в том числе для бурлинцев, 25 лет независимости – это большой праздник. Во-первых, почему так мы отмечаем этот праздник и говорим большим, вот если все познается в сравнении, если сравнить, вот мы все знаем, после развала Союза, 91-е года, 93-е годы, вот начало нашей независимости, то многое совсем поменялось. Я знаю, что в то время освещения, как говорится, не хватало, газа не было, в общем-то воды в нашем городе тоже не хватало, но все это вот наши жители, наши труженики, наши граждане справились со всеми этими трудностями. Сейчас по нашему району 100% все газифицировано, строятся школы, детсады, я думаю, обеспечен с детскими садами где-то 90%. Поэтому, ну, много это можно еще говорить, поэтому мои пожелания нашим бурлинцам, нашим землякам, во-первых, долгие лет жизни, во-вторых, здоровье, успешно трудиться, и каждой семье мира, счастья, блага. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Развитию бизнеса государство уделяет особое внимание, созданные специальные советы, комиссии, например, одна из них – Национальная палата предпринимателей «Атамикен». Специально для обсуждения и доведения до сведений местных предпринимателей о правах и возможностях в сфере развития бизнеса представители органов прокуратуры организовали «Круглый стол», в котором приняли участие также руководители государственных учреждений. Подробности далее. В целях недопущения и нарушения прав предпринимателей и решения возникших вопросов в здании районного домокультуры прокуратуры Бурлинского района был проведен «Круглый стол». В нем приняли участие, соответственно, предприниматели района, руководители государственных учреждений, контролирующие предпринимательскую деятельность. В ходе «Круглого стола» прокурор районной прокуратуры Асал Бисимбаев в своем докладе рассказал, что для защиты бизнеса, для решения имеющихся проблем, при участии государственных органов Национальной палаты предпринимателей «Атамикен» Республиканского общественного совета по поддержке предпринимательства при партии «Нарутан» разработана дорожная карта. Она предусматривает более 100 организационно-практических и правовых мер по пяти основным направлениям. Это снижение давления со стороны контрольных органов, защита прав предпринимателей в уголовном процессе, в гражданском и административных процессах, устранение административных барьеров для развития бизнеса и массовое развитие бизнеса. За истекший период 2016 года по Бурлинскому району зарегистрировано 515 проверок. Из них 285 проверок или 55% в отношении субъектов частного предпринимательства. Из 285 проведенных проверок только по 139 проверкам выявлены нарушения. Ну или это 48%. То есть большая часть проверок остается безрезультативным. За указанный период контролирующим органам отказано в регистрации 4 проверок субъектов предпринимательства. Основными причинами отказа послужили нарушение сроков проведения проверки, а также неуведомление субъектов предпринимательства о предстоящих проверках. В ходе совещания были рассмотрены и другие вопросы, в том числе о криминогенной ситуации в районе и нарушении со стороны предпринимателей. Как известно, в городе действует два магазин-бара – «Алкомаркет» и «Магазин Белочка». У предпринимателей имеются лицензии, где все предусмотрено согласно закону. По словам прокурора, за истекший период 2016 года на территории «Алкомаркета» выявлено 5 уголовных и 25 административных преступлений. А для урегулирования этой проблемы в настоящее время анализируются все вопросы дальнейшего решения выхода из ситуации и принятия соответствующих мер. За истекший период текущего года только в отношении предпринимателей нашего района составлено 839 административных материалов, в том числе 717 за нарушение налогового законодательства, 85 – санитарно-эпидемиологического, 21 – противопожарного, 5 – миграционного. За 2015 год – 695 административных материалов. По мнению большинства предпринимателей, в ходе проверок и регистрации документации на сегодняшний день вопросов к государственным учреждениям не возникает. ИПО открывается за один день, закрывается, если очень хороший, за неделю можно, очень положительный. Санитарный служеб тоже спасибо скажем, потому что раньше к кому обращаться, к кому подойти мы не знали. А сейчас приходим и нам конкретно этот расклад дают. Один из участников круглого стола, депутат областного Маслихата Максим Пак, озвучил другие немаловажные проблемы. Сегодня присутствует начальник МПС и ЧС служба. Не раз встречались депутаты района Маслихата, граждане, жители микрайонов. И вопрос поднимался о парковках. То есть нет у нас, Жанат Жензбекович, системной работы по ликвидации хаотичных парковок, стоянок. Есть понимание стоянка, есть понимание парковка на ночь. То есть есть случаи, где проходили те или иные, были тревожные звонки, когда службы АЧС не могли приехать днем, подъехать к дому. Соответственно спускали, ребенок закрылся в квартире и на канатах спускались ребята на 7, 8, 6 этаж. То есть опять же, у нас проводятся эти рейды, так сказать, называемые рейды, только по звонку с городского Акимата. Это я точно заявляю, я точно знаю. Потому что совместно с телевидением, со СМИ они выезжают. Ну, что мы ждем, какой-то чрезвычайной ситуации. По завершении присутствующие на совещании в форме диалога обсуждали ключевые проблемы и задавали интересующие вопросы. Отметим, что предприниматели принимали активное в этом участие. Ученики младших классов вступили в ряды детской организации «Жасулан». По этому случаю в школах прошли торжественные линейки с участием представителей отдела образования, ресурсного центра по работе с молодежью и, соответственно, самих жасулановцев и жаскарановцев. Наша съемочная группа побывала в общеобразовательной школе номер 3 и стала свидетелем торжественной церемонии. Единая республиканская детско-юношевская организация подразделяется на «Жасулан» и «Жаскаран». Их ряды пополняются. Например, в Бурлинском районе было принято в «Жасулан» 648 детей, а в «Жаскаран» 1022 ребенка. Разрешите мне от всего большого нашего педагогического коллектива поздравить вас с этим замечательным праздником. Сегодня вы вступите в новую молодежную организацию. У каждой организации есть свои правила, свои обычаи. И вот для того, чтобы ваша жизнь, жизнь в школе была гораздо интереснее, для того, чтобы вам было, в вашей жизни было чем заняться во внеурочной деятельности, сейчас у нас есть замечательные организации «Жаскаран» и «Жасулан». Поэтому я надеюсь, что, вступив в эти организации, вы, изучив все правила, вы станете настоящими гражданами нашей замечательной республики. На этот раз в торжественной обстановке в ряды «Жасулановцев» были приняты ученики пятого класса и в ряды «Жаскарановцев» ученики первого класса общеобразовательной школы номер три. Это дети, отличающиеся хорошими отметками в учебе. Они получили статус, который говорит о том, что они примерные гражданины своей страны, гордость школы. Соспендер, ойдының қатарына кіре отырып, өз отанын, Казахстан, Сполик, симпатияты болға, мемекет үдерді, кшиметтеге, дәрттеге, туған елім, жерем, отанынды мақтаншетеге, ата-ананны қадыреге, үлкенге құмет кішке жет көрсетеге, білімген аандырықты үндіруға, салаты онырсат үстанға, табиа қатайлыға, үмін ге үлдің қатарын үрді, үлкенбірі қатанысты. Далее ребятам повязали голубые галстыки. Гости мероприятия отметили, что в ряды жасулановцев принимают самых лучших, и символично, что детей в Жасулан приняли накануне Дня независимости Республики Казахстан. Я одна из первых участниц организации Жасулан. Сегодня нам 5 лет и 25 лет независимости Республики Казахстан. Я поздравляю всех жителей района с этими знаменательными датами. Стоит отметить, что основной целью единой детской организации Жасулан является воспитание подрастающего поколения патриотами своей родины, преданности к казахстанскому народу и неустанного стремления к знаниям. Нургуль Тобышева, Арман Хусаинов, Алтемек Исагалиев, телестудия «Карчаганак». Теперь полноценным морским воздухом смогут дышать воспитанники детской дошкольной организации номер 5. Недавно в стенах сада открылась комната, стены и полы которого покрыты солью. По сути, она имитирует природную соляную шахту. О пользе комнаты говорили воспитатели и медсестра детского сада. Кстати, открытие пришлось в знаменательный 25-й год независимости страны. Субтитры создавал DimaTorzok На днях в детской дошкольной организации номер 5 открылась соляная комната. Поздравить с таким знаменательным событием воспитанников и их педагогов пришел руководитель отдела образования Бурлинского района Оренбасар Толемисов. Он вместе с директором сада Кинжи Нагумановой в торжественной обстановке перерезал традиционную красную ленту. Я вас сердечно поздравляю, такую хорошую у вас новость. И, конечно, главным праздником нашим, праздник независимости нашего государства, так, чтобы крепкнул наш казахстанский народ, дружбу народа Казахстана, все мы достигли успеха благодаря согласию нашей международной согласии, благодаря вам, благодаря нам, благодаря всех казахстанцев. Так что так держать, чтобы глава государства, как сказал, мы должны войти в 30 развитых стран государства, а это уже один шаг, понимаете, да, к этому. Теперь воспитанникам детского сада представилась уникальная возможность подышать чистым морским воздухом. А все благодаря новой соляной комнате, которая по своему строению идентична соляной шахте. Пребывание детей в соляной комнате оказывает лечебные действия на организм. Соляная камера – это аналог современной солевой шахты. Показания для соляной комнаты – это все острые верхние дыхательные пути. Это могут быть ОРЗ, ОРВИ, часто болеющие дети, дети с ослабленным иммунитетом, анемии. Также кожные заболевания. Это могут быть экземы, дерматиты всевозможного характера. Значит, сеанс назначается в зависимости от курса. Курс, значит, у нас длится 10-20 дней. Сама процедура длится 40 и до часу. Через месяц можно повторить. Для соляной комнаты допускаются все дети. Это дает направление лечащий доктор. И по назначению мы выполняем процедуру. Стоит отметить, что соляная комната строилась в течение 4 месяцев. Инициатива построить ее исходила от директора детского сада Акинжей Монгалиевной. Сегодня в нашем детском саду счастливый день, потому что открылась соляная комната. Отрадно, что это событие совпало с Днем независимости Республики Казахстан. Это большой подарок для воспитанников, и родители очень рады. Окончание строительства лечебной комнаты наряду с педагогами ждали и родители. И теперь, когда открытие состоялось, они делились своими впечатлениями. Мы рады, что такой знаменательный день, День независимости Республики Казахстан, в нашем садике, в пятом садике, открывается соленая шахта для наших детей. Я думаю, это пойдет на пользу всем детям, на здоровье. Спасибо коллективу садика огромное. Это такое предоставленное возможность для профилактики лечения. Нургуль Топышева, Андрей Прасвиров, Алтембек Исагалиев, телестудия Корочуганак. Новые каноны моды в мире парикмахерского дела обсуждали опытные мастера на тренинг-семинаре, который прошел совсем недавно в нашем городе. Организатором выступил салон Image Studio N. Мастер-класс проводился два дня в своеобразном стиле. В первый день был проведен шоу-показ. На моделях были продемонстрированы стрижки и самые невероятные прически. Во второй день была отработка. А впрочем, вы можете увидеть сами из следующего сюжета. Самые модные стрижки и прически, окрашивание волос обсуждали накануне на мастер-классе для парикмахеров, который прошел в местном аксайбаре. Организовала мероприятие местная бизнес-вумен, владелец салона Image Studio N, Надежда Молчанова. Специально для проведения семинара она пригласила лучших мастеров своего дела из городов Астаны и Москвы. Это мастера-стилисты, многократные чемпионы России и Европы, Венера Кошанова и Кира Гончарь, которые не только рассказали участницам семинара о тонкостях различных причесок, но и дали несколько полезных советов. В семинаре приняли участие около 30 парикмахеров. Были приглашены и гости. Это представители местной исполнительной власти и депутаты. Организаторы отметили, что подобные семинары в Аксайе проводятся нечасто, но способствуют профессиональному росту парикмахеров. Мастер-класс проводился два дня в своеобразном стиле. В первый день был проведен шоу-показ. На моделях были сделаны не только прически, но и постежорные работы, фантазийные прически из искусственных волос различного цвета. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Мы уже говорили о чудесных звездочках, которые приехали из основы и из города Москва. Это Венера и Кира. Они много трудились, чтобы представить вам вот такую красивую работу. Это превосходная работа. И мне хотелось бы отдельно поблагодарить директоров школ, что они рассматривают на протяжении многих лет мои просьбы, мои заявления отпустить девочек с занятий. Мы пригласили, чтобы вы посмотрели, для чего мы их отпрашиваем с уроков. Мы просим, чтобы девочки не подводили меня, потому что это я их отпрашиваю. И чтобы они учились хорошо. И в поездке в Санкт-Петербург, Оренбург мы там берем учебники, что-то учим, читаем, но девочки стараются. В этот день всем участницам семинара были вручены грамоты. Кстати, также была предусмотрена небольшая концертная программа. В завершении проводившие семинар мастера рассказали немного о себе и о методике проведения подобных встреч. Я абсолютный чемпион Европы, абсолютный чемпион России по парикмахическому искусству в номинации вечерней прически, свадебной прически, в общем, все, что касается длинных волос. Сегодня мы провели с Венерой такой авторский мастер-класс, который посвящен больше всего именно новогоднему вечеру. То есть, что мы можем предложить нашим клиентам в преддверии Нового года, то есть во время корпоративов, ну и непосредственно на сам новогодний вечер. Какие-то новые направления в вкладках. Это накрутки, это какие-то валики, интересные элементы. То есть, ну что-то новенькое для того, чтобы немножечко удивить наших клиентов. Сегодня мы создали с Венерой шесть очень красивых работ, новых работ, которые мы хотим сейчас поделиться со зрителями. И три работы, которые сделала Венера. Это постежорные работы, очень красивые, которые она создала из волос, которые вписала в свои волосы на модели. Это больше такое, как сказать, такое искусство высокое, которое можно показывать только именно в рамках шоу. То есть, это не салонные работы, а такие показательные выступления, мы их называем больше. Я с города Астаны являюсь двукратным чемпионом Москвы, чемпионом Петербурга. Ну, регали очень много. Самое основное, наверное, то, что я являюсь чемпионом Европы. Этот чемпионат проходил буквально недавно, в сентябре месяце. Мы выступали за сборную Казахстана в первый раз в жизни, вошли в тройку сильнейших, за всей командой заняли второе почетное место. Во второй день проводилась отработка. Участницы из семинара показывали уже свои умения в сфере парикмахерского дела. Нургуль Тобышева, Достан Сахтаган, Алтамбек Исигалиев, телестудия «Карачуганак». Благодаря тому, что секция по бразильскому джиу-джитсу вошла в состав международной команды «Альянс», у спортсменов появилась возможность представлять Казахстан на мировой арене. В 10-м микрорайоне в здании «Арт-сити» уже около 30 ребят тренируются по три дня в неделю, чтобы достичь высот в этом виде спорта. Напомним, в городе Аксай в августе текущего года при поддержке ресурсного центра по работе с молодежью в 10-м микрорайоне в бизнес-центре «Арт-сити» открылся зал для занятий бразильским джиу-джитсу и грепплингом. Тем самым бурлинцам представилась возможность заниматься популярным в мире видом спорта. Первый шаг в этот зал был, конечно, что я увидел объявление, то есть что в городе Аксай открывается зал бразильского джиу-джитсу и грепплинга. Это, конечно, порадовало нам душу, было отрадно очень, что в таком не столь большом городе начинается развиваться такой прогрессирующий вид спорта, который в будущем очень много сулит нам развитие в духовном плане и физическом плане, конечно. Все родители, которые привели свои детей, они, то есть, делали вклад в будущее для развития своих детей, которые в будущем будут иметь характер, стержень мужской, и будут всегда идти на шаг впереди своих сверстников. Ждем вас в этом зале, будем очень рады вас видеть. Сейчас эта группа по бразильскому джиу-джитсу вошла в состав международной команды «Альянс», которая является одной из сильнейших команд в мире. Сегодня мы открываем свой седьмой филиал в Республике Казахстан. Я очень рад, что ребята собрались на своем энтузиазме, организовали здесь такой зал. Я думаю, что такое правильное направление это найдет и в поддержке Акимата. Будет какое-то развитие, будет какая-то помощь от местных исполнительных органов. Я думаю, что отсюда в будущем выйдут много хороших чемпионов, много хороших ребят, которые будут давать правильный посыл людям. Бразильское джиу-джитсу – это боевое искусство, система самозащиты и международное спортивное единоборство, основой которого является борьба в партере, а также болевые и удушающие приемы. Данное боевое искусство основывается на принципе, по которому человек слабо развитого телосложения может успешно защититься от более сильного противника, используя надлежащую технику. Сейчас в зале бразильском джиу-джитсу занимается около 30 ребят, в том числе и девочки. По словам их тренера, они объявляют набор, ждут еще желающих прийти в группу. Этот вид, этот тренд, бразильское джиу-джитсу, сейчас очень популярен в мире. Почти все страны сейчас глобально охватывают этот вид спорта. Бразильское джиу-джитсу на сегодняшний день является массовым видом спорта на чемпионате мира, где мы участвуем, участвуют до 5000 спортсменов. Казахстан занимает там лидирующие позиции. И я думаю, что ребята с этого зала обязательно станут чемпионами мира. Новый год – это пора волшебства, новых надежд, начинаний и веселья. Для деток это самое ожидаемое время, ведь это время подарков и проведений новогодних елок. Такой праздник детям устроили волонтеры нашего города в антикафе «Адзире» и в ресторане «Арман». Подробности в сюжете. 360 детей района получили подарки на Новый год. Двухдневные мероприятия с участием сказочных персонажей для них организовали волонтеры. А это жители района, которые неравнодушны к судьбе детей из малообеспеченных семей и детей с ограниченными возможностями. Мы сегодня собрались, чтобы сделать районную елку нашим детишкам, малоимущим, сиротам, отказникам. Ну, все, кто нуждается в этот Новый год, в такой день, чтобы поднять настроение этим детишкам. Волонтеры – это все активисты города Оксая, все простые жители, которые хотели помочь. Даже если кто-то финансово не смог нам помочь, это все делалось. Они приходили, они все складывали, они все делали. Такое добро в нашем Оксая существует. В первый день в антикафе «Зире» были приглашены более 40 детей из Бурдинского района. Но в связи с погодными условиями не все дети смогли принять участие. Детишек встречали сказочные персонажи, которые порадовали их интересной программой. В программу предновогоднего мероприятия вошли и конкурсные задания. Сокого, высоко подняли, браво. Так давайте левую добавим. Левую добавим, отлично. И вот по команде ведущего сейчас на счет три мы дружненько кричим, орем, хлопаем в ладоши и тем самым желаем себе, любимым в Новый год, всего только самого наилучшего, доброго и прекрасного. Договорились? Да. Договорились. Итак, раз, два, три! В ходе мероприятия 23-м детям были вручены подарки в виде школьных принадлежностей. С Новым годом тебя! А мы кричим раз, два, три с Новым годом! Раз, два, три! С Новым годом! Также для детишек был накрыт сладкий стол. Они в благодарность рассказали Деду Морозу стишки. На следующий день волонтеры решили провести еще одно праздничное торжество, но уже в ресторане «Арман». Здесь, в ходе сказочного мероприятия, волонтеры вручили подарки 210 детям из 14 сельских округов района и 110 детям из города Аксай. Радости детей не было предела. Здравствуй, сказка, здравствуй, елка, здравствуй, дедушка Мороз, не боюсь сегодня, волка даже зергает за хвост. Подозрительно не злая, нча бабушка и га, мышка кошку обнимает, а лисичка колобка, даже самка северный нёдик звонко песенки поет, потому что праздник лучше, потому что Новый год. Все добрее стали слушать, крепко за реки взялись, и улыбки с подмассы, как фонарики зажигались. В конце мероприятия организаторы выразили благодарность всем, кто оказал поддержку. Сегодня прошла вторая наша елка, мы активисты города Аксай, хотим выразить большую благодарность всем-всем жителям города Аксай и кто принимал активное участие. Вот эти вот девочки ночами не спали, готовили для детишек этот грандиозный шоу. Надеюсь, нам всем-всем-всем понравилось. Спасибо вам огромное. Это были все самые запоминающиеся события недели. На этом у нас всё. Приятных выходных!